друзья всем привет всем привет сейчас мы поедем на авторынок зеленый угол и покажем европейские автомобили с правым рулем но прежде мы заберем автомобиль точнее мы его уже забрали со стоянки в софт рынка зеленый угол это был у нас поиск автомобиля был автоподбор у человека был бюджет 640 тысяч ему нужна была aqua то есть в принципе не принципиально было до рестайл либо рестайл значит нашлась aqua 2015 года как вы видите это уже рестайл темно-серого цвета без крашеных элементов без меня на элементах настоящий аукционный лист и с остаточной емкостью батареи 85 также значит попросил расшит нас докупить ему зимнюю резину то есть скинули ему несколько фотографий стоял выбор между японской бушной резины с остатком 90 95 процентов и новой японской резиной в этом сейчас покажу состояние резины резину мы докупили переобули потому что где-то уже снег есть до в центральной части россии и когда человек получает машину да он грубо говоря что не оказалось там неловкой ситуации когда снега будет по колено по колено машина будет на зимней резине поэтому ребята переводить вот оно состояние новой резины но она реально на новое на ней никто никто никогда не ездил вот еще раз внешний вид автомобиля напоминает а пойдет у нас полноценный гибрид повторители ну без ничего доступа нету автомобиль заводится у нас с ключа кстати летнюю резину летняя резина упаковывается в пакеты аккуратно складывается сейчас приедем в транспортную компанию мы еще раз ее будем доставать потому что будем проверять комплектность автомобиля то есть запаска ремкомплект насосы чтобы все это было транспортной компании составляется договор пишется ведомость где все это указывается задняя часть автомобиля чисто аккуратный ухоженный салон родные коврики я говорил с ключа также многие автомобили попадаются где нету sd-карта да так называемого флешки то есть магнитофон без это флешки не работает расширь нас тоже попросил докупить эту флешку цена вопроса там две с половиной тысячи флешку докупили теперь магнитофон у нас полностью функционирует идет полный мультируль вот здесь идут какие-то наклейки вот но наклейки в принципе эти все обдираются да и ничего ничего не остается пробег на автомобиле 90 тысяч это родной пробег я обещал показать аукционный лист вот он настоящий аукционный лист автомобиль три с половиной балла пробег 90 тысяч двенадцать километров вот этот пробег был в японии да сейчас 90 тысяч двадцать восемь километров соответственно пока машина с япония доехала в порт не сладивостока садил соска порта она доехала до авторынка зеленый угол по кузову как вы видите автомобиль весь целенький вот эти вот все косячки которые есть все полирнулась то есть остались какие-то на порожки там вот полировочка не было до маленькая царапина на в принципе уйдет уйдет так автомобиль весь целый с чистым аккуратным салоном значит выезжаем с авторынка едем в транспортную компанию стоимость автомобиля шестьсот шестьсот двадцать пять тысяч рублей отдали нам за 625 тысяч рублей отдали нам этот автомобиль изначально стоимость автомобиля была 635 тысяч друзья и всем напоминаю что такое гибрид то есть это полноценный гибрид в данный момент мы едем с вами на батареи то есть поршневая группа не работает аквы аквы их 4 в д автомобиле нету есть только передний привод вообще из гибридов какие есть из гибридов автомобили 4 вода это у нас fit и fit и это у нас honda shuttle и приуса но приуса которые которые уже пошли новые мы не будем говорить там о дорогих автомобилях дать павел файра харька это вот такие не знаю наверное бюджетные все-таки автомобили до миллиона рублей которые пользуются спросом еще хочу добавить многие обижаются да то что мы находим автомобиль и он не попадает видео ребят ну поймите то есть снимать каждый автомобиль который мы отправляем нам в общем нам нужно работать это со стороны да так кажется то что это все так быстро происходит якобы забрал автомобиль быстренько снял туда-сюда и поехал нет это еще раз напоминаю то что это кажется все так со стороны вот в общем не обижаетесь а кому нужна помощь в покупке осмотре отправки автомобиля звоните с радостью поможем и напоминаю вам несколько видео назад у нас было розыгрыш автомобиля не розыгрыш автомобиля розыгрыш 3 3 бесплатных осмотра автомобиля он еще как бы действует заходите в наши наши ролики ищите это видео смотрите вот пишите комментарий осталось немного и будет розыгрыш трех проверок автомобилей начнем мы с вами с данного автомобиля это мини купер мини купер кроссовер в таком в ярко-желтом цвете на черных литых дисках на хорошей летней резине с черной крышей сначала внешний вид автомобиль идет 2 литра двухлитровый мотор ведь и написано кроссовер купер 190 лошадиных сил и авто автомобиль идет на полноценном автомате шины continental размер колес 225 45 на 18 и смотрите обратите внимание два вот таких вот интересных ключа открытия багажника открыл закрыл также есть автозапуск на автомобиле идут хромированные ручки зеркала заднего вида в черном цвете как вы видите крыльев на автомобиле практически нету снизу туманки у такого плана интересная решетка не знаю вот это можно нельзя назвать крылом мини крыло родное лобовое открываем автомобиль на 3 вот смотришь да на автомобиле ручки открывания багажника нету так и потянул наверх неплохое багажное отделение сверху полочка снизу тоже у нас есть ниша обратите внимание в каком состоянии багажное отделение такие ручки удобно закрывать дверь тяжелая массивная но пластик вот небольшая вставка идет колонки естественно электрической стеклоподъемник сама ручка открывания двери вот такой вот ободок идете идет здесь идет накладка сиденья небольшие кожаные вставки сзади два подстаканника прикуриватель и прикуриватель розетка не знаю в любом случае он как-то трансформируется но если мы будем углубляться это будет очень долго здесь дверная карта тоже вот такой идет ободок но он намного больше кожаная вставка накладка родная мини купер кожаные вставки давайте как-нибудь присядем сюда аккуратненько значит здесь у нас центральная панель airbag дуйки ветродуйки бардачок документы документы здесь идет два подстаканника вот видите идет автомат с ручным переключением передач буст какой-то мини-буст давай посмотрим что по месту в автомобиле ну я не могу сказать что много до места в этом или not я как-то сел знаете вот сидушки такие они вот с боковым с боковой поддержки идут и меня как зажало то есть я думаю автомобиль ездит быстро никуда отсюда не вылечу зеркало с подсветкой кстати капот на автомобиле открывается со стороны пассажира так дверь открыли давайте посмотрим подкапотное пространство ну и сядем уже на место водителя подкапотное пространство ну значит не на палке да не на подставке а на стойках крыло вот она как бы идет да но вот она за фендером прячется вот это вот крыло вот он сам мотор двухлитровый 190 лошадиных сил так и автомобиль у нас идет именно с вином то есть не номер кузова а вин кстати смотрите еще вот капот до какого плана то есть у него сделанное технологическое отверстие под фары ладно капот мы закрываем вот видите да давайте уже сядем на место водителя кстати вот ручка открывания двери да она такая интересная нажимаешь ее оба дверка открылась здесь тоже у нас накладка мини cooper с дверная карта вставка тот же самый ободок здесь небольшая хромированная вставочка так что получается не бросается в глаза то есть я в автомобиль сел да я не вижу где куда вставлять ключ либо где кнопка старт она прячется вот здесь то есть опять же на тормоз аккумулятор по ходу севший у нас так друзья ну тут я немного на качал да то есть на кнопку жми жми толку нет в общем у него вот этот ключ он вставляется в этом отверстия до происходит контакт как допустим на приусе на двадцатом так раз мы его туда вставили все то есть у нас включилось зажигание теперь мы заводим автомобиль вот теперь у нас автомобиль завелся так давайте разберемся сделаем потише получается кстати мультируль у нас работает мультируль у нас идет не мультируль а руль у нас идет полностью кожаный пробег на автомобиле двадцать пять тысяч километров то есть перед нами сразу а вот все привыкли до видеть спидометр но здесь у нас расположен тахометр тахометр до 7000 я так понимаю остаток километража нет с этим нужно будет разобраться посмотреть что такое видите я на ноль скинуто сколько мы проехали вот сам собственно спидометр спидометр у нас сведен вот в центральную панель также у нас здесь стрелка бензобака бензобак у нас электронный спидометр у нас идет до 260 километров также вот в этом окошке в этом окошке у нас получается управление меню управление меню можно подключить телефон вот какие-то кнопки чего здесь только нету в общем с этим делом нужно разбираться смотрите ручник вот такого плана да он как в самолете вот как на эти вот пилоту там поднимают самолет наверх интересного плана ручник здесь идет заводская подставка под телефон давайте мы сейчас телефон достанем телефон достанем вот ну не знаю под какой телефон тут подставка идет она кстати вот так вот еще она еще и ездит то есть разные положения на мой телефон мой телефон в эту подставку не влазит к сожалению здесь у нас спрятан вход аукс здесь у нас идет видите мини тоже под очки очки туда можно положить вот так же идет регулировка боковой поддержки спины спины зеркала заднего вида вот такой вот овально формы и здесь у нас идут тоже какие-то вот тумблера видите подсветочка еще какая-то подсветочка ну честно честно не знаю с этим делом нужно будет разбираться далее значит так сам не понял че сделал камеры заднего вида у нас здесь нету потому что здесь у нас нету монитора кстати вот большой вопрос да можно ли как-то сюда установить монитор в принципе я думаю нет потому что здесь у нас идет идет все штатное ну что вам еще показать тут круиз-контроль круиз-контроль датчик идет перед столкновение ну не могу вам сказать то есть активно не активно как он работает на данном автомобиле я к сожалению не знаю что касается места ну опять же что в принципе со стороны водителя что со стороны пассажира то есть я сел все я сижу сижу как литой куда-то никуда я не денусь на место в принципе в принципе место довольно таки много вот ладно автомобиль глушим кнопку нажали брелок вытащили то зажигание у нас зажигание у нас отключилась с ручника автомобиль снимаем с ручника автомобиль снимаем вот кстати вот в стойках в стойках аэрбэги у нас есть еще раз внешний вид и стоимость данного автомобиля он 15 год 2 литра 190 лошадиных сил полноценный идет автомат с ручным переключением передач 1 миллион 320 тысяч следующий автомобиль да нестандартно для авторынка зеленый угол это audi audi с правым рулем автомобиль 2014 года 1 и 4 turbo семиступенчатый автомат так давайте заднюю часть автомобиля что-то я тороплюсь в салон хочу залезть то есть фирменный знак колечки сзади метла такого плана стопы бензобак справа родное литье летняя резина тоже с хорошим остатком значит так 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 размер колес 205 155 на 15 бесключевой доступ в автомобиль 14 turbo туманки хромированные накладки вокруг туманок фары я так понимаю вот здесь вот полоска идет она светится также повторители в зеркалах заднего вида сзади небольшой спойлер багажное отделение с полкой тоже видите ну как бы складываю да вот что-то в автомобиль но подстилочка то есть коврики все постелили сам салончик чистый аккуратный ни единая царапина в багажном отделении я не вижу второй ряд сидений тоже идет пластик но знаете пластик идет мягкий пищалка монтирована колонка небольшая накладка это у нас идет тоже подстилка до на сиденье накидочком так называемая ну ребят по месту я хочу сказать здесь место мало то есть мне в принципе садиться туда не нужно да ну я уже понимаю то что мне здесь будет как-то вот проблематично находиться чего нельзя сказать о водительском месте сидушки тоже у нас идут тканевые вот такие вот они двухцветные вот здесь такого светло-серая да здесь уже идет черная дверная карта опять же идет тоже пластик управления зеркал пищалка открыть закрыть руль у нас идет кожаный кожан руль ну и так я понимаю отличие даст там с правым рулем то есть опять же поворотники у нас находится с левой стороны с правой стороны у нас находится дворники так что еще ну рбк 7 ступенчатый робот здесь airbag здесь airbag здесь это понимаем бортовой компьютер солнцезащитные козырьки бардачок бардачок вот мы управление управление климат-контролем вот такого вот план автомобиль не узнала сколько он стоит сейчас можно им по стоимость обоскрытие стоимость сколько стоит 650 тысяч то есть напоминает 14 год 1 и 4 turbo 650 тысяч рублей стоит данный автомобиль так ну европейских автомобилей хватит давайте оставим их немного на потом и возьмем просто немного цену стоит пробок соксит 14 год полтора литра 4 воды 605 тысяч рублей стоит в белом цвете 15 год передний привод 550 тысяч рублей стоит данный автомобиль такие рабочие автомобили но не то что рабочие да некоторые берут как бы для себя для для повседневной скажем так эксплуатации вот он соксит вот он про бокс смотрите автомобили они ничем не отличаются рядом стоит toyota corolla филлер гибридная версия автомобиля с рейлингами камеры заднего вида установлена дверь у них идет пластиковая стоимость автомобиля 705 тысяч рублей стоит mazda bongo рабочий автомобиль я так думаю в ближайшее время наверное этой неделе мы сделаем на эти автомобили обзорчик полноценную то есть возьмем прокатимся расскажем про комплектации 575 тысяч рублей еще один про бокс 15 год 530 тысяч рублей давайте про бокс про бокс не интересен да вот стоит кейкар honda n-box плюс комплектация кастум серый цвет сзади метла спойлер установлен на зимней резине сонар и то есть комплектация кастум это модная комплектация она с обвесами зимняя резина winter max down up 185 65 на 15 боковые двери идут сдвижные мультируль 14 год 4 в.д. 58 лошадиных сил фары линзованы 475 тысяч рублей nissan чеки и кар называет это и ну их микро венами 4 в.д. в.д. с кнопки камера заднего хода 320 тысяч рублей летняя резина боковые двери тоже идут сдвижные сзади запаска виднеется следующий автомобиль идет nissana d серый цвет бампера идут черные но многие многие красят их в цвет кузова тоже рабочий автомобиль бюджетный шестнадцатый год полтора литра 440 тысяч рублей стоит данный автомобиль далее у нас toyota вит гибрид по моему мы его уже как-то снимали показывали то что витцы ведь появился гибридный семнадцатый год полтора литра 730 тысяч рублей suzuki четырнадцатый год 1 и 3 подогрева сидений 565 тысяч рублей suzuki сверх черном цвете фары линзы на литье на хорошей зимней резине машина закрыта дайхатсу мира и с кей кар это не вот кстати смотрите вот есть дайхатсу мира с а есть toyota pixis эпох это автомобили один в один на литье на летней резине стоимостью стоимостью 315 тысяч рублей еще один вид стоит но это уже не гибридная версия 1 и 3 кубатура 590 тысяч рублей в синем цвете следующий автомобиль это у нас toyota aqua полноценный гибрид я думаю вы уже об этом знаете 540 тысяч рублей стоит данный автомобиль еще один вид еще один вид по моему он у нас идет литровый литровый 375 тысяч стоит этот автомобиль следующая aqua в черном цвете в черном цвете 605 тысяч рублей еще один кей кар цены нет инбок воин бокса and wagon 375 тысяч рублей тойота паса хановская комплектация комплектация хана 425 тысяч стоит автомобиль еще один пасек еще один пасек 435 тысяч тоже комплектация хана кей карточек мока мока 395 тысяч рублей не сам давайте еще по ряду здесь пройдемся посмотрим несколько автомобилей так филдер филдер гибрид 800 805 тысяч рублей филдера 735 тысяч рублей не гибридная версия передний привод вот она стоит аксио 15 год полтора литра рейстайл 680 тысяч рублей honda free spike гибридная версия 660 тысяч рублей хорек кроссовер дорогой кроссовер 2 5 гибрид есть передний привод есть не гибрид не гибриды идут двухлитровые 2 миллиона 130 тысяч рублей приус пшв джи пейкач голубой цвет то есть от розетка заряжается и на гибриде ездит полный мультируль светлый салон светлый салон цена 840 тысяч рублей nissan days в обвесах фары линзы 395 тысяч рублей кейкар с еще один филдер старый кузов иксовая комплектация 4 в.д. 4 в.д. стоимостью сейчас посмотрим стоимостью 555 тысяч рублей honda fit shuttle и shuttle есть fit shuttle так это у нас получается не гибрид они гибрид 12 год 1 и 3 540 тысяч рублей хорошая комплектация с кожаными вставками на лите на летней резине с обвесами ладно как видите автомобили есть автомобили есть на сегодня будем заканчивать поэтому если вам понравилось видео не забывайте подписываться на наш канал ну соответственно ставить лайки на сегодня все всем пока